МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Турция вывела судно из спорных вод в Средиземное море. Лепен. Эрдоган прибегает к провокации. Территория вокруг исторических пещер Бирклен в Тигрнакерте очищена от мусора. Санахин участвует в программах сохранения культурного наследия, финансируемых фондом послов США по сохранению культурных наследий. Во время расширения дороги в провинции Арчеша в Западной Армении были обнаружены две высоченные в скале гробницы, возраст которых оценивается в 3 тысячи лет. Департамент культурного наследия региона занимается изучением пещерных гробниц, обнаруженных на расстоянии одного километра друг от друга. Первое обследование показало, что гробницы имеют вид туннелей и относятся к Курарскому периоду. 13 сентября президент Республики Арцах Раи Карачунян совершил рабочую поездку в квартал Акна-Аскеранского района. Об этом сообщает пресс-служба президента НКР. Согласно информации, глава государства ознакомился на месте с деятельностью фермеров, занимающихся садоводством и культивированием овощных, огородных культур и тупака поинтересовался показателями урожайности и вопросами реализации продукта. Президент Раи Карачунян отметил, что правительство разрабатывает программу, по которой предусмотрена посадка садов на всей территории квартала Акна. В течение двух лет будет решен вопрос орошения квартала. Работы уже начались, территория, по мнению специалистов, имеет большой потенциал для развития садоводства и на следующем этапе правительство начнет реализацию программ поддержки в данном направлении. Они будут доступны для всех желающих, отметил президент, подчеркнув, что правительство будет последовательно в опросе цельвого и эффективного расходования выделенных средств. С 14 сентября стартует очередное второе заседание армяно-американского стратегического диалога, которое подытожит ход выполнения договоренностей, достигнутых в ходе предыдущего заседания и наметит новые приоритеты для сотрудничества. Как сообщили новости Армении, Ньюс.ИМ в прислужбе Министерства иностранных дел Армении заседание пройдет в дистанционном формате с участием ведущих представителей сферы Армении и США. Отметим, что армяно-американский стратегический диалог стартовал в мае 2019 года с заседанием в Ереване. Турецкий корабль сейсмической разведки покинул восточное Средиземноморье, на воды которого претендуют и Стамбул, и Афины. Об этом в воскресенье 13 сентября сообщило агентство Reuters. Отмечается, что судно Оруц-Рейс и еще два корабля, которые сопровождали его, накануне стали на якоре у берегов Анталии. По словам Министерства обороны Турции, корабль покинул место бурения в рамках плановой деятельности. При этом в Греции случившееся приняли за шаг к урегулированию отношений между странами. Возвращение – это позитивный первый шаг. Я надеюсь, за ним будут и следующие. Мы хотим диалога с Турцией, но в атмосфере без провокаций, заявил глава греческого правительства Кириакос Мицатакис. Лидер Французского национального фронта Марин Липен продержала заявление президента Франции Эммануэля Макрона против президента Турции Раджептай Пердаган. Липен сказал, что несмотря на миллион разногласий с Макроном, он решительно поддерживает его заявление в адрес Эрдогана и что Эрдоган совершает провокационные действия. По его словам, угрозы президента Турции в адрес Макрона на самом деле нацелены на Францию. Работы по очистке были проведены возле исторических пещер Берклайн в Тигранакирте, Западной Армении, недалеко от реки Дебни. Уборка была проведена под руководством Тигранакиртской торгово-промышленной палаты совместными усилиями членов ряда общественных организаций. Каждые выходные они собирают мусор возле исторических мест. В этом контексте пещеры Берклен в провинции Лидже, содержащие рельефные клинописные надписи и береговая линия реки Дебни, была очищена по случаю Всемирного дня чистоты 15 сентября под лозунгом «За Тигранакирт, рука об руку». 9 сентября заместитель губернатора Лори Гайне Маркусян приняла чрезвычайно выполномоченного посла США в Армении Лин Трейси. Его сопровождала Лия Миллер, сотрудник по связям с общественностью посольства США в Армении. Гайне Маркусян поприветствовала посла и поблагодарила финансируемую правительством США программы в Ларийской области. Посол также поблагодарил за теплый прием, отметив, что целью визита было ознакомление с процессом реализации ряда программ, реализуемых при финансовой поддержке правительства США в регионе и посещении монастыря Санаин. Дело в том, что в конкурсе, объявленном посольством США в прошлом году, Санаин участвовал в программах защиты культурного наследия, реализуемых фондом послов США по сохранению культурного наследия, в рамках которых планируется провести реставрационные работы в некоторых частях комплекса. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию исполнение Саака Сааке. Сааке. Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром. Продолжение следует. Продолжение следует.